Канада готова работать с Украиной над сдерживанием России, Кулеба. Министры иностранных дел Украины и Канады Дмитрий Кулеба и Милани Жоли договорились об укреплении особого партнерства двух стран. Встреча состоялась на полях заседания Североатлантического совета НАТО в Риге. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на МИД Украины. Главы украинской и канадской дипломатии обсудили конкретные шаги в рамках комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий. Если в России будут видеть, что Запад серьезно относится к нынешней ситуации и готов к решительным действиям, они дважды подумают перед тем, как прибегать к любым военным авантюрам, убежден Кулеба. Он поблагодарил канадскую сторону за готовность работать вместе с Украиной над сдерживанием РФ. Министр также выразил особую благодарность Канаде за твердую и непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины конкретными действиями. В частности, многолетнее участие в операции. А не фаер, которая эффективно усиливает вооруженные силы Украины. Отмечается, что руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили дальнейшее сотрудничество в области безопасности и обороны. А также скоординировали общую позицию до следующего этапа проведения переговоров с Ираном относительно привлечения к ответственности виновных по делу сбитого самолета ПС-752. Министры договорились и далее сохранять единство международной группы по координации помощи жертвам рейса ПС-752 в борьбе за установление справедливости для жертв трагедии их родных, отмечает МИД. Напомним, в США сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили дополнительно выделить Украине по линии Пентагона 50 миллионов миллионов. Они предложили поправку в бюджет на 2022 год. Правительство Канады также рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне агрессивной активности России на границе. Изучаются два варианта.